Очереди здесь все-таки меньше, чем в поликлиниках. Однако меньше не значит мало. В торговом центре на свободном очередь растет на глазах. Желающих привиться с каждым часом все больше. В этой очереди сейчас около 30 человек. Если верить тем, кто стоит давно, на одного в среднем уходит 3 минуты. Это время, за которое вводят вакцину и выдают все документы. Получается, что если посчитать к крайнему в очереди, возможно, здесь придется провести полтора часа. Небольничные пункты вакцинации красноярцы очевидно оценили. Можно выбрать тот, что поближе к дому или работе. Куда поближе. Я сама с Енисейска. Поэтому нахожусь здесь в внучке. Поэтому мне решилось здесь делать такая разница. Мы были уже в двух местах. Просто в одном нужно было по записи пройти, а во втором просто не было вакцины. Здесь было ближе всего. Там по записи очень долго нужно ждать время своего. И не факт, что она не закончится к твоему назначенному. Опасения не беспочвены. На дверях пункта на ЖД вокзале накануне появилась вот такая табличка. Вакцины нет. Специалисты объясняют, поток оказался больше, чем ожидали. Людей здесь принимали круглосуточно. Привить успели больше четырех тысяч человек. Вакцина просто закончилась, но скоро ее обещают подвезти. Огромный наплыв желающих и причина сбоя с передачей данных на госуслуги. Но и это обещают вот-вот исправить. Успокаивают и тех, кому скоро идти на второй укол. Вакцинация продолжится. Всех тех, кто обращался сюда, на вокзал за прививкой, необходимо успокоить. Безусловно, второй компонент они получат. Процесс не останавливается. Самое главное, надо помнить, что через 21 день им вновь необходимо прийти на повторную прививку. Сейчас в Красноярске восемь внебольничных пунктов. По факту работают семь. Насколько препаратов хватит, неизвестно. В Краевом Минздраве говорят, с введением требования прививки для туристов количество желающих вакцинироваться сильно выросло. Но новая партия препаратов должна прийти. Вот-вот. По нашей предварительной информации, поступление новых доз в Красноярский край ожидается в это воскресенье. Напомним, что вакцина, которая прививает во внебольничных пунктах вакцинации, это спутник ВИ. Сейчас особенно переживают отпускники и те, кто собираются в города вроде Москвы, где без QR-кода не зайти даже в кафе. Но вариантов у людей немного. Лучше из них как можно раньше попасть в пункты вакцинации, хоть и придется постоять в очереди. Елена Саткеева, Андрей Крупнов, Енисей. Новости. Новости. Новости.